Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутен Паута, мы продолжаем играть в Firecast Wildball. Ну что могу сказать, немного погодя, вот мы куб чистили, меняли ему термопасту, но все же я буду играть пока вот на таких настройках графики, потому что и фпс нормально выдает, особенно на этой карте, и вот движение плавное и так далее, пока вот фризов не наблюдается. Термопасту сказали, была как сухарь, поэтому я просто в диком ужасе, что было с моим процессором, поэтому, ну вот, как-то так вот сейчас вот будем жить и играть. Сейчас вот пока фпс-ки у нас выдает нормально, слава богу, дай бог не сгладить, пока ему тризгут. Так, ладно, сейчас вот что-то вот было, подбегаем давай. Так, ну, вроде редко бывает, но тризгут. Так, ладно, смотрим, что у нас. Вот мне надо достраивать вот эту вот конструкцию нашу, типа загончик будет мелкий пока что. Для животных. Что могу сказать? Могу сказать то, что на меня нападала виверна, зараженная после какого-то луча неподалеку от города. А не только на меня. Эта виверна снесла большую часть райба в городе. Поэтому сейчас вот я дом довел до металла. Живка была слита, у меня еще вилонозавр был. А, кстати, я думаю, сегодня мы этим и займемся. Почему бы нам не сделать вилонозавр? Только пока походим на наши вот импорсеры. Но в этом надо пособирать электроники. Нам с тобой не только ли ты. Вообще-то они при змеи скучались у меня не от видеокарты, а от процессора. Что, в принципе, можно пронаблюдать и сейчас. Сорян, пытаясь вот так вот записывать зарплату, если у нас сейчас будет много проблем, то придется вскоре включить, наверное, оптимизацию на арке и все. И все, придется в прежнюю арку, только до этого был. Что могу сказать? Вот, уже быстро прокачиваюсь. Сейчас еще туда сходим, побегаем. Надо собирать нам с тобой электронику и еще много. Очень странно то, что вот, к примеру, я раньше мог... Ну, очень странно то, что я вот раньше мог нормально зайти, и так далее, а что же... Вон, да? Да? Какая ара, наверное, вот еще, блядь, забыла тут. Блядь, пора сваливать. Ну, е-мать, пролезь. Конечно. Ха! Так. Ладно, тут мы смотались. Второй механер, хорошо, нас потрепало, так сказать. Сейчас скоро еще несколько серий от других игр вам выпущу. Потому что что-то в последнее время я стал снимать за пизаркой, если поддержите другие игры. Ну, да, вот заметно то, что вот бывает фризы. Ну, хотя бы не такие жесткие, как до этого было дела. А все почему? Ну, потому что что они как профессор. Это странно. Вот, по сути, я сделал смену термопасты через год примерно. Почему произошла вот такая фигня? Хрен знает. Вот просто хрен знает. Кстати, может быть, дайте мне совет. Стоит ли, например, мне в вендукере все раздетушить. Потому что вот у меня сама видюха на модуке. 150М, динамер, 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 динамер. Вот. Процессор а7-6800. Просто я не знаю, друзья. Покажите мне, пожалуйста, это мне делать. Потому что мой ноутбук способен на больше, чем играть. Ну, хотя бы с фпс-кой все, можно сказать, заебончик. Красота, не красота, но все у нас пока найсово идет. Так, кристальчики выкинем, это мы и оставим. Ну, и сейчас копим на 55-го Эмпорсера. Потому что по чертежу мы сможем, скорее всего, создать, что у нас будет не один вот такой вот телепорт, а сразу несколько телепортиков таких будет. Так, ну что могу сказать с сегодняшней серии? Так. Ну, в принципе, можно и приручить его на Завра. А почему бы и нет? Как раз вот у нас есть такая вот штучка. Мне ее дали сатрайбовцы. Спасибо им большое. При помощи ее мы можем спокойно забирать дерево. Штучечку. И все. Все у нас в пикет-пикет. Так, сорян, заказчик. Просто прибавлял. Так, ну. Пыли немножко не хватает. Нефть, ухренеси, сто один полимер. Так, а по метальчику у нас что? Поставлял живо. С метальчиком тоже все заебок. Ладно. Сейчас оставшийся металл на конструкцию переверну. Так, тут то он ничего. Надо бы пороха наделать и еще сейчас дротиков эти налепить. Так, инфорсор сам прокачивался даже вот в этой штуке в сфере. Что довольно-таки, можно сказать, прикольный и классник. Вот реально. Можно сказать, что игра по очку, игра дополнение, поскольку новое, в нем могут быть вот у меня также вот у некоторых людей. Потому что сама карта требуется, потому что процессор может, так сказать, у меня сейчас не справляться. Это все на процессор, ребятушки, сваливайте. Ну пока все у нас классно, гладко, но что так долго в порохе делается? Просто реально. Из моих кто есть тут? А, я один, зашибись. Ну, в принципе, я бы не сказал то, что графа настолько ужасная. Ужасная она может быть, когда, например, сделаешь оптимизацию на арк. Если бы я ее сейчас, эту оптимизацию сделать, наверное, был бы срач. Такой срач. Потому что, смотри, у меня... И вот это вот, солнечного света, драгоценного не было. У меня все было потемнее. Ну, зато смог бы играть даже на высоких графиках. Но уже не с такой графикой. Ну, на высоких. Ну, что уж сказать, оптимизацию с заменой файлов. Вот разработчики не позаботились, так сказать, о оптимизации игры. И вот это вот очень обидно. В моем случае, то, что вот так вот разработчики поступили. Потому что вот для таких, как я, кто в свое время, когда мог купить компьютер, взял ноутбук, потому что консультант посоветовал... Ой, боже, как же я об этом жалеть. Поэтому, пацаны, сейчас вот как-то у нас и так идет. Иногда я вот просто смотрю на пацанов, которые вот играют в VARC. Например, с видеокартами 1080 и процессорами AMD или еще там что-то в таком роде. Я охреневая, как у них просто пламенько и четенько идет арк даже на высоких. Вообще класс просто. Вот я понимаю то, что вот реально живут люди, и все чики-пуки, не то что поменяют. Горе луковое. Могу сказать то, что да, сейчас может быть нечеткое изображение ресурсов, потому что... Ну вот и моего инвентаря, это я сделал такое разрешение мелкое, и еще поставил на полный экран. Это все для того, чтобы инвентарь вот так вот быстрее немножко открывался. Так, ладно, сколько... 18-18 пороха, еще не могу не делать. Ладно, оружие, боеприпасы. Можем сделать в принципе с тобой штучек 5. Сейчас эти штучек 5 превратятся в штучек 10. Что в принципе и требовалось доказать. Ну че я сыпаю? Тут в принципе вам метальчика хватит. Сейчас еще сделаю. И наркотика тоже хватает. Сейчас пойдем за вилонозавром. Тем более с таким препаратом, который у меня сейчас в инвентаре есть, мы просто на изи сможем притонить себе какого-нибудь тупого вилонозавра и забрать его тупо в инвентаре. Так, винтовочка. Вот она моя винтовочка. Ладно, посмотрим сами отзывы. Мне больше всего еще интересно, как вот сработает на нем баланс. Я сейчас баланс не пробовал. Так, ну в принципе да, я готов. Можно и идти. Хотя нет, забыл одну вещь. Надо на всякий случай подготовить спальники драгоценные. Сколько кожи же на спальнике надо? Ну вот хотя бы спальнике 3, если честно, кожу утратить жалко. В те чужели, давай-ка 5 с пальничкой. Сейчас подождем процесс. Просто непредсказуемо сколько раз я еще сдохну, поэтому делаем все как-то в таком духе. Ладно, можем в принципе еще вот сделать так. Раз-два. Да, вроде там раз-два надо. И можем сделать 4 потолочка. Сейчас этому тоже все влепим. Так, это мы все дело складываем. Отличненько. Реально вот после очередного нашего патча вот зараженные звери стали аж в город приходить. Это очень даже опасненько, я бы сказал. Так. А вот тут вот интересно, интересно. Я, получается, не могу поставить потолок поставить потолок, да? Интересно. Вот видишь, да, в чем прикол? Просто не могу и все. Ладно. Получается, тогда нам тут потолок с тобой и не нужен. Получается, тогда вопрос, что она и уйдет. Ну ладно, как запасной будет 4 потолка. Блин, не там столько лук. Обидно даже стало. Ладно, это я все закрыл. Ну, в принципе, главное, чтобы туда никто не пробрался и сейчас покормить надо будет по дороге Enforcer, пока мы идем до пустыни. Вот на Enforcer, я больше всего советую, да, тоже можно ходить. Потому что он такой вариант скоростной, где не попадет сам по себе, конечно. Так, это что у меня? Надо было найти хотя бы столб с элементом. Тьфу, с этой элементной пылью. Энфорсер уже ведь кушать надо, заправляться. Хотя бы еще немножечко вот пыли тут вот надергать со столбов. И можно приносить пыль. В принципе, ему пыли много и не надо. Так, ладно, вот этот пыль мне уже не сильно нравится. Не пешим. Не пешим. Все, в принципе, в принципе, какой-то там. 51 пыль. Ну, думаю, выживет. Аккумулятор. Аккумулятор его не должен подвести. Да, вот заметный фриза, да. Кстати, если есть какой-нибудь совет, как убрать напряжение процессора туда, буду очень благодарен. Как снизить вот нагрузку процессора. Ладно, пока бежим нормальненько так. Уже в этой пустой зоне. Сейчас быстренько добежим до пустыни. И все будет у нас супер. Охренеть, зона, конечно. Какого уровня, братан? С ним спят. Прикольно. Ну, понимаете, вот таким вот методом я просто тупо пешком спокойно добегаю до пустынной карты. Да, ну, конечно, заражение животное тупое. Могу признать. Ох, раптор бы не догнал. Хотя вряд ли он догонит инфорсор. Тут самый скоростный зверь пока. Побегать нет. О, найс. Вот я и пришел, так сказать. Офигеть. Тут и тиранов, что посраться. Ну, вообще просто от этой карты обосраться. Конкретно обосраться, может быть. Так, не стреляй, гидраз. Уже вон на меня одну скотинку сагрюсь, уже пошмалять успел. Сейчас попробуем свериться с картой. Так, сейчас. Отфризит. О, сейчас попробуем свериться с картой. Потому что где-то в этом регионе, где-то рядом была... Ааа. Бля. Так сказать, ловушечка. Так, ладно. Где я? Сама ловушка была где-то в той стороне. Так, ну ладушки. Давай пробовать. Отфизит. Ну, давай пробовать. Так, ладно. Вот я и нашел ловушечку. Она у нас находится здесь. Так. Что у нас по ловушке? Местность. Так, так. Ловушка. Я помню, я тогда... такого уровня если первосотка о нормас положить смогу так ёплый мать стоп чё ты какого ты чё авазавра разобрал бать ты мужик его назову 60 самец ладно а в принципе можно попробовать можно попробую час даже спальниках тут наставлю так по спальниках так какие ну что шла на было не было в принципе погнали сейчас главное чуть сделать поймать его засаду не интересно как на него вот реально может подействовать у нас баллад давай но мне сколько раз промах Умри, пожалуйста, отъебись, не жаль. Ух. Ладушки. Ух, ебать. Давай еще раз. Не буду даже куда спрятаться. Почему? Блядь. Блядь, ну вот это вот пиздец опасно. Не понял. Ладно, Баваса на него не действует, я так понял. Сейчас будем по другой тактике ездить. Оп. Блядь, ну ты еще скажи то, что я в него не попал. Схуя ли я по нему не попадая? Ёпту и мидь. Ты че, чувак? Че с тобой не так? Да неужели? Ёпту! Ха, сука. Скотина ухи. Ладно. В спальне мешочек. Не, ну молодец, молодец. Наебал меня. Ладно, у меня еще есть пару шансов. Я тогда тоже 60 уровень вернул. Леонозавр томил. Ох, ладно. Еще раз попробуем. Мне он нравится. Скотина. Хитрый. Хитрый попал сюда. Газавра. Отсу-точью. Газавра. Вот ты. Ванна, это ты. Вот, нафиг. Один, то что есть. Блин, все прострелилось. Какие. Ложь промахнулся. Найс. Этому прям в голосе. Опа, в буканчик. Ах, лошара. Ох, сука. Ну зато в голову попал. Опасно было. Не, ну пока мне сложно дается, да. Ха, так. Не, ну он реально опасен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заебал он меня, нафиг. Сейчас будет весело. Да вы схуяли промах-то, ебать. Да вот... Блядь. Ты чё такую непроработанную-ка, а? Пацаны. Блядь, ну да, ещё зафризью. Сейчас мне точно пиздаю. Блядь, я боюсь, боюсь. Опа-нафиг. О, он проваливает. Прям в холоде, что ли. Да, отрубись ты. Пора в спадки ложиться. Пожалуйста, не воду искать. Ну, хер эта девушка назад вернёмся. Ладно, не потонет. Ладно, пока нормальная не тонет, так сказать. Характеристики 1200, так, хпшки у него, то есть нормас почти, кислород 382. Ну, всё, ну, всё, ну ничего. Молоденько. Какого-то уровня, скотина. Скотина. Сейчас надо быстро сработать и спасать его на завра от всех этих скотов. Не форсер, бегом. Бегом, сука. Сказал же, бегом. Хоть ты не бежишь. Сейчас первый, кто у нас ляжет, это вот это вот чудо. Что могу сказать? Ты какого уровня? Вот с него может упасть сейчас драгоценная первосотность, она может подкармить. Хорошо. Одно первосотное у меня почти нормально, я даже сказал. Фух, ладушки, давай первосотку уложим. Наркотики? А, хотя, что мне эти наркотики-то брать. Я ядротиками могу укусы, блядь. Ну, короче, сам геонозавр у нас вот так вот. Обычным таким, можно сказать, способом отрубляется. Геонозаврик. О, похаву. Сколько? Десять процентов, тринадцать процентов. Ладно. Как я понимаю, надо ему сейчас быть первосотки намерять. Ладно, пока поставлю видео на паузу. Так, ну вот и приручился наш геонозавр. Он уже у нас восемь шестого уровня. Прошел примерно, ну, где-то, ну, пятнадцать, может. Здоровье, тысяча, пятьсот восемьдесят четыре. Выносливый, семьсот восемьдесят. Урон, сто восемьдесят шесть. Вот, кстати, не знаю, нужно ли им качать урон. Будет ли это как-то влиять на стрельбу и так далее. Вот вообще, вот насчет этого, не знаю, назвал я его СРК-Т. Не, ну, почти как Серга, но это СРК-Т у нас. Вот так вот его просто с собой забираем. Обыкновеннейшим способом. Вот и все. Все супер, все отлично. И самый вот сейчас прикол, заряда нихрена практически не осталось у нас в Энфорсере. Поэтому надо будет сейчас еще экономить заряд и, дай бог, добежать до дома живыми. По карте-то что у нас? Так, ну, бегу в правильном направлении. Ладно, сейчас главное не облажаться. Просто бежать. Никаких телепортов не использовать. Телепортировать не так же далеко, зато энергии жарят до хрена. Кхм. Так, давай еще про жуко. Найс. Хорош. Пока идет нормально. Интересно, а почему мне все-таки вот не показал вот эту... О, видите вот эту красоту, смотрите. Вот сейчас вот. Вот. Эти переходы вот тут вот сейчас в замене. Такая красотища. Ладно. Красотища, не красотища. Это зараженные земли. Сейчас надо было пробежать главное живым. Сейчас заряжение в сене, это все-таки я. Так, а так-то... В какую из меня сторону? По карте надо меня куда-то в эту сторону. Ну, ладно, окейшки. Я сейчас как-нибудь еще допроберусь. Тут пробираться-то ничего. Вот сейчас вот фризит жестко. Так, ладно, отфризил он. Уже просто процессор уплохся. Все не стало. Так, ну что тут? В принципе, тут главное, он до туда поехать попробует. Ну, что у меня в соответствии не получилось ни в кема. Вы хотя бы заберись по скале, что ли. А то хрен не... Нет, так реально безопаснее. Просто буду коробочку убирать. Я вон азавры вот так вот... Идти куда мне надо. О, найс. Хорошо телепортнулся. Ну, пожалуйста. Ну, твою мать. Ну, как тебя разворачивают? Как ты забираешься? Это ужас. Забираешься. Просто на какой-то секунд подвести отдохни. Фух. Ладно. Полбеды. Заряда пока хватает, чтобы добраться до дома. О, отлично забрался до дома и... А, где-то в той стороне. Все, побежали. Все у нас супер и четко. Двадцать три дня будет сидеть в этом кубике вилонозавр. Пока у него срок не кончится. Это целый месяц, можно сказать. Заколебало. Фризить, конечно, не надо. Вот. Прямо при записи, друзья. Вот прям при записи. Вот как не стыд. Арку. Скорее всего, наверное, придется проводить оптимизацию. Или лучше винду переустанавливать. Как считаете, что будет лучше? Переустанавливать винду или оптимизацию для арки делать? Напишите вот реально в комментариях. Буду очень благодарен. Ну вот я и дома, можно сказать. Вилонозавр наш вот тут вот сидит. Смирненько. Это убираем, это убираем. Все. Так, это мы чиним. Насчет пыли что? Так, пыли нихрена и не нет. Пока постоит, поголодает. Что уж с ним поделать? Ну ладно, парковку тебе давать. Так уж и быть. Ну ладно, почти нормально. Так, заперто. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутампал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать ваши комментарии. Ну что ж, всем удачи и всем пока. До новых встреч. Пока.